Винни-Грет Для винни-Грета мы возьмем вареная свекла 3 шт, огурец соленый 4 шт, вареная морковь 3 шт, 300 гр квашеной капусты, 300 гр зеленого горошка, картофель отварной 5 шт, лук репчатый 1 головка. Для заправки нам понадобится соль, подсолнечное нерафинированное масло и зеленый лучок. Ну что ж, приступим. Для начала мы с вами порежем наш картофель. Сначала мы режем его на такие вот ломтики. Так, порезали. Теперь половинку возьмем на такие вот полосочки, такие не сильно широкие. И теперь будем резать на квадратики. Вот такие у нас, видите, получаются небольшие квадратики. Я взяла вот большую кастрюлю, или вы можете взять большую миску, чтобы нам было очень удобно и хорошо перемешать наш вкусный и полезный салатик. И таким вот образом я порежу весь наш картофель. Я порезала весь картофель и теперь буду посыпать его в емкость, которую я буду перемешивать наш салат. Смотрите, если вы не хотите, чтобы ваш салат имел такой вот однотонный цвет, такой вот красный, как обычно, когда что-то перемешивается с буряком, то смотрите, каждый порезанный ингредиент вы немножко перемешаете в растительном масле. Вот, например, вы порезали картошечку, в отдельную тарелочку положили, растительным маслом перемешали. И только когда, когда вы порежете все ингредиенты, перемешаете их отдельно с растительным маслом, все их сбрасываете в емкость и вы будете перемешивать салат. Тогда они будут иметь, каждый ингредиент будет иметь свой цвет. Но мне больше нравится, когда винегрет имеет такой вот однотонный, такой вот буряковый цвет, поэтому я буду перемешивать все сразу в нашей емкости. Картошка, видите, она вот, у меня немножко квадратики посклеивались, и теперь я возьму вот так вот рукой, немножко поразминаю наш картофель, потому что, чтобы мне было потом легче мешать. Сейчас вам покажу. Вот так вот. И вот так немножко рукой разделяем наши квадратики. Вот видите, как теперь видно, какие у меня получились квадратики. С картошкой мы уже справились. Теперь будем нарезать нашу морковку. Нарезаем морковку тоже на такие же квадратики, как и картофель. Я нарезала всю морковку. Теперь добавляю ее к нашему картофелю. И теперь аналогично, таким же способом, квадратиком, я нарежу свеклу и соленые огурцы. Огурцы со свеклой я уже порезала. Вот видите, вот такой вот кубик у меня получился. Теперь сюда высыпаем к нашим всем ингредиентам горошек. Теперь переходим к капусте. Смотрите, она такая вот длинненькая. И вот, если мы так вот бросим ее в салат, она будет плохо перемешиваться в нашем салатике. И мы берем на такие вот не сильно длинные полосочки, порежем нашу капусту. Капусту я все порезала. Теперь добавляем наш салатик. И тоже вот так вот немножко расправляем вот так вот ее пальчиками, чтобы нам было легче потом вмешать салатик. Так, с капустой мы уже с вами справились. Теперь будем нарезать наш лепчатый лук. Будем нарезать на очень мелкий квадратик. Смотрите, вот такие вот режем тоненькие долечки. И теперь эти долечки будем резать вдоль. И у нас с вами получается вот такой вот мелкий-мелкий квадратик. Лук я уже порезала. Теперь добавляем его в общую массу. Тоже вот так вот. Его распределяем руками. Теперь берем большую ложку и хорошенько перемешиваем наш салатик. Я его сейчас заправлять не буду. Я салат заправляю уже непосредственно перед подачей на стол. Я его просто вот так вот перемешаю, накрою крышечкой и поставлю в холодильник. Салат-минегрет готов. В вот таком вот виде нужно его подавать к столу. Я отсыпала от общей массы немножко салата. Посолила его, заправила его нерафинированным подсолнечным маслом. Хорошенько перемешала, переложила в тарелочку. И посыпала сверху зеленым лучком. Вот такая у нас с вами получилась красота. Это очень вкусно и очень полезно. Обязательно попробуйте, вам понравится. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!